очень добрый день моим подписчикам и не подписчикам и просто зрителям я хочу есть я хочу есть воды у нас нет воды у нас отключили я могла себе найти что поесть дети в школе просто пожарить яичницу я наелась да с помидорками с помидорками без помидорок то есть одно не проблема или просто попить чай но мне очень захотелось приготовить такую закуску я даже не знаю как это назвать у меня есть картошечка с шашлычком этой закуски пойдет я так думаю все равно что шашлык любое другое мясо мне допустим очень хочется если бы не было шашлыка я достала бы грудинку от бройлера порезала рубленые рубленый фарш сделала бы обжарила это немножко но грудинку я еще не достала не разморозил ну тут можно слепить вообще из чего угодно у меня был шашлык вчерашний шашлык я поэтому достала шашлык картошка я натерла сыр сейчас немножечко порежу петрушечки я сделаю один такой бутербродик с лавашом попробовать но я думаю что это все будет отлично это по-любому будет отлично да туда куда добавляется сыр эта еда она не может быть невкусной да и причем я насмотрелась по интернету ну так часто да знаете выскакивают такие вот эти вот закуски с лавашиками быстренькие куда можно что-то завернуть по-быстренькому положить завернуть обжарить даже я не буду сейчас делать в духовке то есть это будет еще быстрее я просто сейчас обжарю на сковородке так лаваш голова ваш у нас большой я отрежу один кусочек потому что мне столько не нужно я сделаю одну порцию чтобы все равно я посмотрю что еще нужно может быть что-то убавить может быть что-то добавить из того что есть по быстренькому у нас допустим лаваш есть ну почти всегда не всегда конечно не всегда но лаваш у нас бывает часто как мне быть это наверно все равно много нет оставлю я вот такой листик а петрушка добавляю петрушки а если заранее подготовиться или это будет летом то конечно представляете как будет вкусно с укропчиком если туда добавить ну майонез я уже а сюда добавлять не буду хоть хотя есть свой майонез наверное это уже перебор потому что шашлык майонез это уж совсем я не держусь правильного питания хотя иногда нужно и правильно попитаться значит сначала сыр мы посыпаем мне так хочется еще сюда добавить чтобы получилось тип что шаурмы капуста свежий с морковочкой но мне уже не хочется сейчас это все тереть нарезать я добавляю что есть я даже не знаю но все равно целого мне будет много мне придется отрезать пополам чушь тогда широкий делать наверно да раз уж делаю так делать доем потом вечером я разогрела уже картошечку заранее немножко подогрела вот у меня видите под низом торчит сыр здесь чуть пошире сейчас разложу все равно это будет сворачиваться и все это подравняется а я не порезала еще шашлык сейчас кусочки может быть сюда не положить сразу петрушечка да я положу сюда так я люблю лук я люблю его и все мои любят просто в больших количествах и сырой поэтому я положу себе столько много не будет да конечно майонез я класть не буду но если бы у меня сейчас был китай же можно сделать и кетчуп было бы но не хочу я уже с этим возиться уже что есть то есть так сейчас я порежу шашлычки сюда и воду сегодня как раз почему отключили воду не знаю понять не могу что-то видимо кто-то что-то ремонтирует кто что кто-то что-то делает да я в любом случае не готовил потому что детей сейчас нет дома зачем мне сейчас готовить на вечер еда есть так шашлычок и все и теперь давайте сейчас сейчас опять покажу как это красить это с шашлычком и теперь посыпаем но это уже вкусно правда вот туда ведь горка у меня большая я сказала уже что я не съем это за один раз нужно сыплю что у меня есть сыра потерла остался маленький кусочек к четки не туда не сюда сначала завернуть должна все я кладу это на сковородку убавила огонь потому что насильным я думаю не нужно лаваш быстро подгорит все я думаю готова сейчас попробую но поскольку я положила сюда картошку шашлык здесь вкусно будет по-любому и сыр да то как это сделала я это конечно суховато но это вкусно все-таки нужно было сделать прослойку или из томата или как мы всегда делаем но у меня не час воды было порезать капусту с морковкой а прежде чем ее почистить порезать и уже лазина конечно помыть бы перед этим у меня нет воды но если сделать вот этот вот салатик как мы делаем всегда было бы как раз сочинка или хотя бы вот не стала я но можно было все-таки майонез свой и сделать такую прослойку слой своего майонезика все-таки не покупной да я думаю испугнул из покупные можно забахать да было бы сочнее так конечно вкусно самого края он был такой посуховатей понятно по краям дальше от края мне уже попался сыр вкусно это вкусно и еще сыр и прям можно сыпать смело можно прям смело тереть еще больше в два раза и прямо щедро вот так вот посыпать да не надо стесняться прям вот так вот щедро любим когда всего много да как всегда говорит мой папа большому куску и рот радуется мне так что очень вкусно действительно я добралась здесь уже и до сыра если я буду делать следующий раз нужно добавить или кетчупа или майонеза или салатика или помидорок и будет очень вкусно она и так очень вкусно да это вкусно я сейчас еще никогда не жевала перед камерой только сейчас мне дошло мне как-то странно когда люди устраивают мукбанги да ставить сюда камеру и начинают в камеру вот так вот все это дело я так еще не делала на видите как все у нас вполне естественным образом все получилось очень подойдет такое все быстренько но у меня все это было у меня была картошку мне все лук взяла порезала если этого нет а захотелось мы иногда делаем шаурму да можно приготовить специальные картошечку отварить по быстрому это несложно можно или нарубить или просто если есть уже какой-то фарш немножко обжарить фаршик с лучком да вот если обжарить фаршик с лучком уже будет сочненько посочнее с лучком без лучка это кто как любит мы допустим любим сок лук чеснок все у меня получилось очень вкусно я сейчас буду доедать отобедаю сейчас нет мне конечно много мне целый много конечно я вот так себе кусочек приятного вам аппетита посмотрите что утворяют эти звери это вообще сегодня птичьи дела во первых во первых здесь надо чистить это видно да сожрут сожрут где ребятки смотрите ребята какие большие они сейчас кучу сбились а так они уже на весь этот брудер ну началось ну началось ребята ребята ведите себя хорошо этих ребят я буду переселять сейчас ко взрослым тесаркам где у меня три штучки тесарки три штучки индюшки хватит им уже тут друг на другу залазят дикие вон одного там уже примяли вон там голубенький они на нем только неутепленная перепела не несутся в городе у нас была такая же неутепленная пристройка перепела неслись замечательно и было все равно лето кого показываю лапок показывает лето весна осень зима пристройки если воду оставишь вода там замерзала на полу но птички неслись как бы эти не несутся я не знаю что это такое вообще есть вообще полно они как выросли я еще даже не отбирала самцов у меня задача мне нужно перебрать отобрать самцов пока самцов а потом не знаю через несколько дней муж утеплит эту пристройку если они начнут нестись мы их вырезаем всех всех вырезаем потому что это не дело жрать дорогой комбикорм и не нестись я вообще не знаю да считается что температура должна быть только до 18 до только определенная власть я говорю у меня два года в городе жили перепелки в холодной пристройке и неслись постоянно всегда я выводила перепелок всегда и зимой тоже такой ерунды еще не видела никогда одних я покупала в туле яйца яйцом вот этих не привозили с москвы что эти были настолько мелкие настолько никакие настолько безобразные я таких не видела и вот этот завоз из москвы они точно также были мелочушечные они были никакие они были без я не знаю что это вообще такое вот поэтому скорее всего я их просто повырежу всех и нужно уже как-то будет заезжать по весне в сергиев посад потому что перепелок держать мы хотим яйца перепелиные мы очень любим перепелок мы очень любим мясо в общем все что касается перепелок вся продукция яйцо мясо но вот это вот не делал я не знаю я не видела такого никогда точно так же как всегда я ращу всегда на хорошем специальном перепелиным комбикорме если был какой-то левый корм тут уж да и нечего рассуждать сами виноваты но сейчас комбикорм сыпешь сыпешь ну ладно хотя плоховато не слиз а то ну вот видите вообще ни одного яйца вообще так быть не должно значит мы их вырезаем все пошла так отнесла туда водичку сейчас поставлю комбикорм смешанный зерном кормушки у меня нет специальные но поставлю пока нашла глубокий тазик потому что цесарки они копалки еще те они так будут раскидывать ну ничего пока они привыкнут конечно же они будут пока отдельно думала этих теплицу там бы им было бы здорово конечно отдельное помещение эти там три штуки здесь счет мне так не понравилось поэтому решила их сразу приучать вы не представляете чего мне стоит половину сейчас поймала несколько убежали туда под сетки под брудер не знаю как их не вообще не знаю как буду выковыривать эти здесь остальные сейчас вот тут в мешке и вот все затихли это же истерички такие что они там устроили их просто невозможно поймать толпились к вам ребята новые вот так поставила в ящик нет специальных поилок кормушек вернее есть но они уже такие большие они по перевернут все они сейчас будут истерить вон забились в уголочек пока так поживете несколько дней пойду оставить вылавливать идите выходим а мешок то я не взяла ему откладывала несколько дней уже давно бы я их переселила на волю куда-нибудь потому что я не знала как перетащить а сейчас дым да засуну я их в мешок и все и понесу по-быстренькому там что их тащить они разбегутся раскричаться разбегутся так а тут у нас остается в зиму три девчонки мои я на следующий год наверно все-таки яйцами куплю я думаю белая именно белой широкогрудой и три девчонки остаются цесарки этого мы уберем товарища потому что он тоже бесполезный бесплодные бролерные пока девчонки останутся на третий год я думаю ничего страшного несутся они отменно они неслись что индюши что цесарки все лето ведь они линяют линяют вон они какие какие симпатяшки у этой прям как специально так все пошла за остальными и так они у меня и здесь и будут зимовать потому что цесарки индюшки они не замерзнут всю свою жизнь в этом третий год они живут в таком помещении то есть это видите просто шифером просто дырки зимой им хорошо естественно пол я им подсыпаю сено чтобы не было у них мокро принесла еще не знаю так и стоят там да в общем трое еще там забились я ловил ловила я вся уже мокрая я не могу вылезут оттуда значит вылезут там они пристройки больше не буду ловить не менее не могу я не подлезу туда ни у кого что ты здесь говоришь что что за безобразие я вам себя подкинула смотрите да дружиться надо дружиться и за сетку чтобы они виделись друг другом потому что знаете да просто так птичек не подселишь одних к другим вот они две стоят смотрят в чем дело да так надо так надо девчонки не возмущайтесь просто так не поселишь птичек друг по другу до них заклюют смотрите на что я похожа вся взмыленная вся красная поэтому и откладывала я это мероприятие потому что не представляла я себе как я и так я и думала что что-то у нас тут с цесарками будет стоят две очень внимательно наблюдают ну все успокоились видите здесь смотрите пока вам какое помещение большое все потом будете на воле приходить потому что уже все уже парад стянуть уже наверное нельзя совсем потому что скоро будут морозы в морозы сам их не выкинешь же на улицу поэтому пока такие более-менее теплые денечки они сейчас привыкнут а вполне уже можно цесарок переводить в какое-то холодное помещение они там даже засиделись их можно после месяца тем более осенью не зима же не мороз все с новосельем тех сейчас надо как-то чудиков доставаться закрываем 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 это индюшиная кормушка как раз будете есть и дружиться ой надо как-то надо как-то еще кирпичом привалить а то комбикорм то кончится там и они до комбикорм кончится они кормушку обычно переворачивают все и опоры не будет никакой ладно сейчас что-нибудь придумаю пошли пошли я ухожу все проконтролировали видали ничего страшного накормила всех подоила яйца собрала молоко собрала ой утки я воды не налила здесь еще тоже надо убирать этого селезня уточек не знаю тоже на третий год оставлять не оставлять там молодых много в общем ладно решим потом все ходит ходит а почему не убираете сарк потому что хочу посмотреть как будут дети отбройленных цесарок и цесарь простой естественно этот вариант вполне проходит какие будут размерами как чего все стали слушают а эти стали смотреть возле меня эти две вот и тут нашла поклевать тут стрелять критик 2 это сейчас индюши пока трещалки застыли застыли то как у них там дела пошли копошатся видите можно здесь и как в песке искупаться подрыкаться пузиком да не то что по сетке вон 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 вот этот вот этот вот этот вот этот вот этот с белыми меня индюха клюет стоит сзади вообще ну видите как здорово ребята очень тут поклевать можно все пожевать или на радостях ой 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 как можно пузико почесать дай ну видите здорово а те три дурика остались там уже сейчас не буду трогать потому что на легче наверно будет в темноте как-то их просто взять и все а сейчас это трата времени мне когда нечем заняться можно и поразвлекаться так побегать за цесарками вон 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 они все там купаются в этой травке сено там всегда сыплю вон как здорово но все процесс пошел видите сколько дел то здесь много да сейчас здесь и расти начнете им третий по моим третий месяц выросли уже там для клетки еще конечно можно было немножко подержать но уже 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 все хватит земляков ваших закинула ну все все уже в десятый раз ой 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 в десятый раз говорю еще пока 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 девчонки пока давай выходим я выхожу давай я выхожу ну давай шевелись все я пошла вот тут давай разбирайтесь с ребятами с новыми